В эфире Петровка 38 и я Алексей Качкин. Здравствуйте. 113 потерпевших из 19 регионов страны и многомиллионный ущерб. Такова арифметика банды дистанционных аферистов. Их жертвами становились мужчины, которые искали любовь во всемирной паутине. Они общались с красивыми девушками и даже не догадывались, что вскоре попадут в сети настоящих мошенников. Для того, чтобы задержать участников преступной группы, полицейским пришлось отправиться в Луганскую народную республику. Итоги командировки в материале Максима Ларина. На этих кадрах закономерный финал многолетней аферы. Еще весной оперативники начали одного за другим задерживать участников банды мошенников. В наручниках оказались 22 жителя Луганской народной республики. Предварительно установлено, что с февраля 2021 по сентябрь 2023 года злоумышленники создавали в популярном мессенджере и социальной сети аккаунты с вымышленными установочными данными. Под видом девушек они заходили в чаты знакомств, где знакомились с мужчинами. После этого аферисты выпрашивали у своей жертвы номер телефона и беседа перетекала в личные чаты мессенджеров. Там мошенники начинали, что называется, разводить мужчин на интимные фотографии. А чтобы у собеседников не возникало сомнений, делились с ними своими снимками, которые на самом деле были скачаны из интернета. Как только мужчина присылал такие фотографии, аферисты начинали его шантажировать. Требовали деньги, иначе обещали отправить компромат друзьям и родственникам. Опасаясь за свою репутацию, жертвы готовы были отдать любые суммы. У мошенников была строгая иерархия. Одни искали потенциальных жертв и начинали общаться с ними. Заходил в чат, писал, с парней незнакомился, переводил личные сообщения. Нам обвинивались в это кайфу. Интимного характера? Другие вступали в дело позже, когда приходил момент шантажировать собеседников. Когда они закидывали свою интимную фотографию, нужно было просить с них деньги. Если не отказывались, тогда угрожать им тем, что будешь распространять друзьям, родственникам и так далее. Известно как минимум о 113 потерпевших из 19 регионов страны. Общий ущерб более 3 миллионов рублей, но скорее всего он намного больше. Всем фигурантам грозят долгие годы за решеткой. Полицейские устанавливают их возможных сообщников и ищут всех потерпевших. Из России в Турцию принудительно отправился мужчина, который находился в международном розыске за подделку официальных документов и неправомерное использование банковских карт. Янара Рамазана искали правоохранители Турции с декабря 2015 года. По данным полиции, обвиняемый работал в ресторане и запоминал реквизиты банковских карт посетителей, после чего использовал их для покупок в интернете. Кроме того, мужчина подделал удостоверение личности, вклеил свою фотографию в документ другого человека. Сотрудники московской полиции и их коллеги из Интерпола МВД России задержали афериста в сентябре 23-го. Он скрывался в Новой Москве. Теперь он выдворен из страны. В центре столицы мужчина зашел в салон сотовой связи и вскоре вышел оттуда с новеньким смартфоном. После чего сотрудники магазина обратились в полицию. Вот покупатель стоит у витрины и выбирает гаджет. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, открыл витрину, взял понравившийся телефон и скрылся. В результате проведенных мероприятий участковые полномоченные полиции отдела МВД России по району Арбат установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина. Похищенное злоумышленника успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозят годы за решеткой. Столичные полицейские задержали мужчину, который наживался на чужом горе. Он организовал собственный похоронный бизнес, оказывал услуги по благоустройству могил. Заказчики платили деньги, ждали окончания работы, а после обращались в полицию. Денис Бушуев разбирался. Ольга рассказывает полицейским, как решила привести в порядок могилу своих родителей. Нашла через знакомую мастера и договорилась с ним о цене и сроках работ. 55-летняя москвичка встретилась с исполнителем. Мужчина внушал доверие. Он запросил за свои услуги 340 тысяч рублей и полную предоплату. За это пообещал выполнить все работы за 90 дней. Кроме того, Ольга перевела мастеру еще 10 тысяч рублей на покупку расходных материалов. Три месяца прошли, но ничего сделано не было, как и через полгода и через год. Он каждый день мне начал, вот у него случилась такая ситуация, то он попал в аварию, то он попал в это, то у жены день рождения, то у него едет газель с камнем, с Карелии, попал в аварию. Как только женщина потребовала назад свои деньги, мастер пропал. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Ольге ничего не оставалось, как написать заявление в полицию. Афериста нашли в Подмосковье. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Волоколамске задержали подозреваемого, 36-летнего ранее судимого жителя Московской области. Оказалось, что Ольга не единственная потерпевшая от действий ритуального мошенника. На его счету оказалось как минимум 10 жертв. Одну из них, по словам задержанного, он все возместил. Не выполнил обязательства. Потом написал расписку, что верну деньги. Деньги и вернул. Подозреваемый уже был судим и не раз. В том числе за мошенничество. Теперь за такое же преступление он снова готовится предстать перед судом. Если и вас обманул этот человек, сообщите об этом полицию. Денис Бушуев, Юлия Ковалева и Иван Перминов. Петровка, 38. Житель подмосковного Раменского торговал наркотиками, отсидел за это и решил поменять свою жизнь. Он занялся спортом и пересел с иглы на велосипед. Правда, на чужой. Вот так, с пользой для здоровья и с огромным желанием разбогатеть, мужчина средь бела дня угнал двухколесный транспорт. Орудовал злоумышленник в соседнем Жуковском. На его счету как минимум три украденных велосипеда. На общую сумму 40 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и по месту проживания в Раменском задержали подозреваемого в совершении противоправных действий. Задержанный пояснил, что похищенное имущество он сдал в скупку, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Не обладая особыми криминальными навыками, злоумышленник искал легкую добычу. У меня был пристегнутый велосипед темно-синим цветом. Тут подошел, огляделся, никого нет, сел и поехал. Дальше? Второй эпизод был, тоже там недалеко от этого торгового центра. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Теперь он будет отвечать за кражу. Полицейские устанавливают, сколько еще велосипедов задержанный успел угнать. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. На уходящей неделе в столичных клиниках скончались 9 человек, которые попали туда после передозировки наркотиков. За жизнь еще 58 до сих пор борются врачи. Оперативники задержали 90 жителей города, которых подозревают в производстве, сбыте, приобретении и хранении зелья. По всем фактам нарушения закона возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота изъяты метилофедрон, амфетамин, гашиш, кокаин, марихуана и другие запрещенные вещества. В столичном районе Ясенева на парковке отеля 42 мужчин переросла в ожесточенную драку. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и начал стрелять. После этого участники конфликта разбежались. Позже потерпевший с травмами обратился в больницу за помощью. Полицейские ищут его оппонента, свидетелей и устанавливают причины конфликта. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Одно из кафе в Новой Москве попало в поле зрения полицейских во время рейда по выявлению нелегальных мигрантов. 125 отдыхающих оказались в отделе после проверки документов. На 18 из них составили протоколы за нарушение миграционного законодательства и за пропаганду символики экстремистских организаций. Всех ждут штрафы и депортация. Кроме того, протокол был составлен на владельца кафе за нарушение правил торговли алкогольной продукцией. В Волгограде задержан подозреваемый в двойном убийстве 30-летней давности. По версии следствия, летом 1993 года он из обреза застрелил двоих мужчин. Оба подрабатывали частным извозом. Найти убийцу по горячим следам не удалось. Лишь в этом году, благодаря дактилоскопической базе данных, было выявлено совпадение отпечатка пальца. В Пермском крае задержанный местный житель и его несовершеннолетний брат оба работали курьерами в банде телефонных мошенников. Жертвами аферистов становились пенсионеры, которым рассказывали о попавших в ДТП родственниках. Ущерб от их деятельности более полутора миллионов рублей. В Костроме местный предприниматель зарабатывал на компьютерной безграмотности пенсионеров. Он открыл сервисный центр, нанял сотрудников и поставил перед ними всего одну задачу – любыми способами брать с клиентов как можно больше денег. В полицию обратились сразу несколько местных жителей. Их не устроил счет, который им выставили специалисты по ремонту техники. Полицейскими установлено, что злоумышленники приходили к жителям региона как специалисты сервисного центра. После имитации ремонта и настройки они выставляли счет на оплату, включая туда работы, которые в действительности не проводились. Стражи порядка задержали предполагаемого организатора мошеннического бизнеса. Бизнесменом оказался 22-летний молодой человек. Он брал на работу всех без разбора, без опыта и специального образования. Иногда и сам выезжал к клиентам. Есть предположения, почему и из-за чего вас могли задержать? Ну, из-за высоких цен, вероятно. А почему? То есть дорогостоящий ремонт. Вы как считаете, ваши услуги стоят таких денег? Я как самозанятый определяю цены на свои услуги вообще до бесконечности. В наручниках оказался и один из лжемастеров. С бабушки забрал 15 тысяч рублей. У бабушки забрали 15 тысяч рублей? Да. При каких обстоятельствах это было? Ну, оплаты за работы, за высшение обыстрелов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают всех потерпевших. Один житель Томска сначала выпил, а потом уснул на лавочке во дворе собственного дома. А второй сначала ограбил его, а затем пошел в магазин за водкой. Вот он тратит чужие деньги. Его добычей стали 3 тысячи рублей. Они лежали в сумке потерпевшего. Продавщицу почему-то не удивило, что покупатель голый. Мужчина купил выпивку и закуску и не спеша пошел домой. Там его и задержали правоохранители. Похитил сумку. А каким способом похитили сумку? Ну, просто подошел, взял. Да вон спал на лавочке. А когда тратили денежные средства, наконец, в магазине одежда? Баланаска? Не было. А почему не было? Жарко. Оказалось, что с повышенной температурой воздуха мужчина неоднократно боролся с помощью повышения градуса напитков и прогулок, в чем мать родила. В ходе разбирательства выяснилось, что недавно подозреваемый в кражу уже попадал в поле зрения полицейский, когда нагишом заявился в общественное место, будучи в состоянии алкогольного опьянения. За это он был привлечен к ответственности и по решению суда находился под административным арестом несколько суток. Теперь томский нудист будет отвечать по уголовной статье кража. Сотрудник полиции ради спасения чужой жизни бросится и в огонь и в воду. Это доказал госавтоинспектор из Оренбурга Мурат Айпергенов, который спас от верной гибели 12-летнюю девочку. У мужчины был выходной, он проводил его со своей семьей. И, как говорится, оказался в нужное время в нужном месте. Я со своей семьей ехал в город Сорочинск. Проезжая через мост Пантоны, через реку Самара, я увидел, появился человек без признаков жизни. Не раздумывая, остановив автомобиль, я прыгнул в воду. Мурат Айпергенов оказал девочке первую помощь. Она пришла в сознание и начала дышать. Прибывшие медики госпитализировали ребенка. После выписки из больницы девочка поблагодарила полицейского и призналась. В тот день пошла на речку с друзьями без разрешения родителей. В Ростовской области полицейские помогли многодетной семье из Киргизии получить российское гражданство. Елена Манушина с супругом и тремя детьми переехали в Россию несколько лет назад. Семья так полюбила нашу страну, что решила остаться здесь навсегда. О том, как мечты становятся явью, расскажет Алексей Коноплев. Уроженка Киргизии, многодетная мама Елена Манушина в шаге от заветной мечты. Осталось формальность подписать документы и российское гражданство получено. Елена Александровна, поздравляем вас с приобретением нового статуса гражданина Российской Федерации, с получением паспорта гражданина Российской Федерации. Спасибо. Всего вам хорошего. Мы рады, что вы стали гражданином Российской Федерации. Из Киргизии в Россию семья Манушина переехала три года назад. Им очень полюбилась Ростовская область. И в какой-то момент на семейном совете единогласно было принято решение остаться здесь навсегда. Супруг Елены заключил контракт с Министерством обороны. Супруг пошел служить на СО. Я подала документы на гражданство. Сотрудники полиции помогли собрать мне нужные документы. Получила я гражданство с детьми. Хочу поблагодарить сотрудников полиции за оказанную помощь. Процедура получения российского гражданства была упрощенной. Алексей Коноплев, Максим Ларин, Петровка, 38. Если вам нужна помощь сотрудников правоохранительных органов, обращайтесь в полицию по телефону 102. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова